Так, ребят, всем привет. Рад вас всех видеть сегодня. Безумно рад, честно рад. Тема моего доклада от участников Ecolab до сотрудников ВКонтакте «Карьерный путь». То есть я сегодня с вами поделюсь своей историей, своими мыслями по поводу связи исследований и прода. Поэтому давайте начнем. А начнем мы со знакомства со мной. Немножко расскажу про себя. В прошлом году я закончил в физтех школу прикладной математики и информатики. А сейчас учусь в магистратуре высшей школы менеджмента из ПБГУ. Помимо того, что я много учился, я еще старался и работать. Я работал в российском квантном центре. Это моя самая первая работа. Потом я работал в лаборатории ВКонтакте, а теперь работаю в самом ВКонтакте, где я занимаюсь продуктовой разработкой и хожу по созвонам. А в первых двух местах я занимался исследованиями. О чем сегодня будет речь? Во-первых, мы поговорим. Я расскажу, что такое Вакалаб, чем там занимаются. Расскажу про свое исследование, чем же я там занимался. Затем следующий этап про переход во ВКонтакте. Чуть-чуть расскажу, что же было на том собеседовании с Андреем. В-третьих, расскажу свои мысли по поводу отличий и сходств исследований и прикладных разработок. А в-четвертых, немножко раскрою наши планы на будущий учебный год. Поэтому давайте начнем. Начнем мы с того, с чего же начался мой путь. Он начался три года назад, когда я учился на третьем курсе института. И он начался в лаборатории ВКонтакте. Я прошел собеседование туда, попал. И давайте разберемся, куда же я попал. Лаборатория ВК. Это совместный проект с МФТИ, как сказал уже Егор. Там в основном занимаются исследованиями в области NLP, CV, звука. Иногда и рекомендательных систем. Ребята там стараются применять самые передовые разработки в области глубокого обучения, всякие нейронки для решения вот этих задач. За те четыре года, которые существует лаборатория, там побывало более 20 студентов. И каждый из них делал свой проект. Помимо того, что там происходят какие-то исследования, какая-то наука, ребята еще очень активно и регулярно рассказывают про самые современные подходы и методы. А иногда и про какие-то свои наработки в этой области. Это я сейчас говорю про ВК-лаб-толкс. Если вдруг вы еще ни разу их не видели, обязательно посмотрите. В конце моей презентации будет QR-код на паблик ВК-лаб. Там есть все записи со всеми лаб-толками, которые были за эти четыре года. Обязательно посмотрите. Еще важный пункт, который я хочу здесь отметить. В лаборатории всегда в первую очередь предпочтение дается в свободе выбора студента. То есть каждый может прийти туда со своей идеей, развивать ее, исследовать. Либо же взять идею от ментора. Никак, ребят, мы не ограничиваем в лаборатории. И, конечно же, пятый пункт, пятое преимущество в лаборатории – это, конечно же, возможность перейти в основной ВКонтакте. Чем я не постеснялся воспользоваться пару лет назад. Чуть-чуть про проекты. Сейчас на слайде вы видите большое количество всяких странных названий. Это названия проектов, которые делали студенты в лаборатории. Не будем сейчас углубляться в то, что это такое, каждый из этих проектов. Я хотел просто показать этим слайдом, что действительно направления исследований очень разные. Это и какие-то диффузии с диалогами, и ускорение моделей, и много чего еще. Тут, конечно же, есть и мой проект. Он называется Variational BPA Dropout. Про что он был? Чуть-чуть небольшой истории. Этот проект связан с токенизацией текста. Если вдруг вы не знаете, что это такое, токенизация – это просто представление, разбиение обычного текста, сурового, на какие-то отдельные смысловые части для того, чтобы затем подать это в модель машинного обучения. И сейчас на слайде вы видите такой стандартный подход к тому, как это работает. У нас есть какой-то фиксированный алгоритм токенизации. Мы его используем, получаем наши отдельные токены, подаем их в модель и радуемся жизни, решаем нашу задачу. Мы же подумали, почему бы нам не добавить еще одну модель в этот весь процесс для того, чтобы получить какую-то специфичную, уникальную токенизацию, которая бы лучше подходила под конкретную задачу. То есть внизу это как раз-таки наш подход, который добавляет еще дополнительную модель машинного обучения, еще один этап токенизации. Это все учится вместе. В детали я тоже сейчас углубляться не буду, но метод примерно про это. По результатам. Я проработал, просто стажировался в лаборатории примерно 10 месяцев, даже чуть побольше. И за это время мы поставили огромное количество экспериментов, написали статью, подались на конференцию. И, к сожалению, я не был так удачлив, как Даша. Нас реджектнули, к сожалению. Но мы не унывали, даже несмотря на это. Мы рассказали про наш метод на VocalUpTalks в 2021 году. Тут вы видите скрин с этого выступления. Поэтому если вдруг вы захотите чуть подробнее узнать про этот метод, можете посмотреть. Вот как раз-таки в паблике сохранилась эта запись. Действительно, идея очень интересная. Такой очень математичный подход использования вариационного вывода. Там тоже есть обучение с подкреплением. Хайповая тема сейчас в NLP. Обучение с подкреплением. В общем, если интересно, обязательно посмотрите. Всем советую. Вот. А на этом про VK Lab все. Про следующий этап. Что было дальше? А дальше было ВКонтакте. Тут я хочу сказать, что мой опыт в лаборатории очень сильно мне помог попасть в основную компанию. То есть я придумал три основных пункта, преимущества которых мне принесла VK Lab. Первое. Я очень сильно был в контексте с командой. Я знал, какие задачи перед ними стоят, какие челленджи, чем они сейчас занимаются. И я помню, что на тот момент, два года назад, Андрей как раз-таки занимался машинным переводом. И я подумал, что, наверное, стоит почитать что-нибудь про эту тему перед собеседованием. Может быть, он меня будет спрашивать. И, конечно же, это свершилось. Я подумал, что, вау, интеллект — это способность предсказывать. И я предсказал, что будет на собеседовании. Вот. Он, конечно, меня поспрашивал про всякие метрики машинного перевода. Было суперинтересно. Вот. Второй пункт, второе преимущество, которое я заметил, это упрощенный процесс набора. То есть у меня было всего одно собеседование, в то время как стандартный процесс — это там два-три собеседования, тестовые задания. Этого я смог избежать, к счастью. Чему безгранично рад. Вот. И такой третий пункт, он, наверное, самый неявный, но я его очень сильно ощущаю в своей текущей работе. Такая исследовательская деятельность лаборатории научила меня к такому системному подходу к всему решению какой-то задачи с помощью машинного обучения. Начиная от данных, продолжая рассмотром разных подходов, разных архитектур, каких-то способов обучения и так далее. Там выбора метрик, правильного проведения сравнения моделей, чтобы это все корректно, можно было достоверно понять, что лучше, а что хуже. В общем, всему этому меня научила лаборатория. И всем этим я сейчас пользуюсь. Вот. Это было тогда. А что сейчас? Сейчас я уже два года занимаюсь продом. Я решаю прикладные задачи с помощью машинного обучения. За это время я хочу поделиться с вами, какие же различия я вижу в исследованиях и в такой прикладной разработке. Первое и самое важное различие, которое я вижу, это суть работы. Когда ты исследователь, ты занимаешься экспериментами. Ты гораздо сильнее погружен в алгоритмы, в архитектуры, в метрики. Ты действительно занимаешься именно машинным обучением. Когда же ты занимаешься прикладными разработками, ты очень сильно взаимодействуешь с другими командами, с какими-то нетехническими специалистами, например, продакт или проджект-менеджерами, с маркетологами. Также очень много необходимо общаться и взаимодействовать с инструктурными командами, людьми, которые будут встраивать твою модель в этот сайт или в приложение. В общем, будут доносить твою модель до пользователя, скажем так. И это, на самом деле, отнимает достаточно большое количество времени и как раз-таки на сами эксперименты остается не так уж и много. Второй пункт — это сложные задачи. Когда ты исследователь, твоя основная задача и твое основное желание — это придумать что-то такое новое, что-то необычное, что-то сложное, то, чего еще не было, непонятно, оно заработает или нет. Когда же ты работаешь для бизнеса, скажем так, у тебя есть какие-то четкие ограничения, четкие рамки, которым ты должен следовать. И зачастую для того, чтобы достичь результата, ты используешь какие-то понятные подходы с понятным обозримым результатом. Ты понимаешь, что за какое-то обозримое время ты сможешь обучить модель на примерно хорошее качество, и ты этим пользуешься, конечно. Поэтому я это назвал «делаешь вещи, которые работают». Я бы сказал, делаешь вещи, которые понятно, что заработают. Третье различие — это про результат. Когда ты исследователь, ты пишешь статьи. То есть основной выход твоей работы — это статья на конференцию, выступление. А когда ты делаешь какие-то прикладные задачи, у тебя есть конкретный конечный потребитель, это пользователь. Ты понимаешь, что твоя модель каждый день делает его жизнь чуточку лучше в каком-то аспекте. И в этом смысле я бы хотел подсветить, что вот этот путь донесения пользы до конечного… до людей, до сообщества, как мне кажется, в ресерче он такой более тернистый. То есть он менее осязаемый. То есть на этом слайде вы видите три каких-то различия, которые я заметил. Я ни в коем случае не хочу сказать, что что-то из этого лучше или что-то хуже. Скорее, это больше про подумать. И если вдруг вы сейчас решаете построить карьеру в исследованиях или в какой-то прикладной разработке, это просто то, о чем можно задуматься и то, о чем можно себя спросить. Вот. И мы закончили с блоком сейчас. И закономерный вопрос. А что дальше? А нет. Еще не все. Забыл про этот слайд. Помимо того, что есть какие-то различия в исследованиях, конечно же, есть исходства. И я сейчас чувствую, что вот мой опыт исследовательский, он мне очень сильно помогает в моей ежедневной работе. Про это тоже очень важно сказать. Потому что, опять-таки, вспоминая доклад Егора, исследование и продукт — это не ортогональные вещи. Это вещи, которые действительно могут помогать друг другу. И в моем случае это опыт, который помогает мне достигать сегодняшних каких-то моих задач, решать их и так далее. По пунктам. Во-первых, очень важный навык, которому я научился в лаборатории, — это быстро анализировать разные статьи, разные подходы. То есть я знаю, где можно найти статьи, на каких конференциях их лучше искать, как понять, что автор статьи хороший, цитируемый, или что у него хорошая филиация. Я понимаю, что мне не нужно читать эти 20 страниц текста. Мне можно почитать там 2-3 секции статьи, я пойму, о чем эта статья. В общем, это про скорость и про эффективность исследования области. Это действительно тот навык, который я получил в лаборатории, которым я сейчас пользуюсь почти каждый день. Второе — это умение формализовать нипотезы. Это про то, чем занимаются исследователи каждый день. Это про то, что тебе необходимо перенести какую-то интуицию, которая у тебя есть в голове, на такой более строгий математичный язык. Опять-таки, этому очень сильно ты учишься во время исследований. Третий пункт — это умение оценить трудоемкость и ресурсоемкость подхода. Сейчас я говорю про разные вещи. Это и про обучение моделей, это и про инференс моделей, это и про человека часы, которые необходимо потратить для того, чтобы тот или иной метод заработал. То есть это необходимо, это действительно очень важный пункт для продуктовой разработки. Вот. Теперь действительно все по поводу того, что сейчас. Теперь что дальше? А дальше я бы сказал, что круг замкнулся. Я начинал как студент в лаборатории, как лаборант. Затем я начал заниматься уже разработкой. И теперь я снова возвращаюсь к студентам в лаборатории, потому что буквально пару месяцев назад на 15-м созвоне в день я подумал, у меня есть пара идей интересных, которые я бы хотел попробовать, но у меня, к сожалению, нет на это времени. Было бы классно, например, найти студента, с которым мы вместе сделали что-то полезное, что-то интересное, что может принести пользу мне, ему, сообществу. И мы поговорили с Егором. И в этом году я сам стану ментором у одного или двух студентов в каком-то из этих проектов. То есть тут я хочу еще раз подсветить, что мы работаем с инженером математической школы ВШ. Мы помогаем также с курсовыми и дипломными работами в СПБГУ. И у нас есть лаборатория ВКонтакте в МФТИ. То есть в каком-то из этих проектов я, скорее всего, буду менторить студента. И на этом на самом деле примерно все, о чем я хотел поговорить. Небольшой такой call to action в конце. Если вдруг среди вас есть студенты МФТИ или вы знаете студентов МФТИ, то обязательно расскажите им про нашу лабораторию, про регистрацию на новый набор, который заканчивается завтра. Вот, по этому QR-коду вы можете перейти. И первая запись в паблике будет как раз-таки про набор. На этом спасибо за внимание. Задавайте ваши вопросики. АПЛОДИСМЕНТЫ